Несколько часов назад всех журналистов, не объявляя темы, пригласили на заседание антитеррористического комитета России. Оно было ранее не запланировано и с первыми словами, которые там прозвучали, стало понятно, что речь пойдет о последствиях крушения самолета на Синай и обеспечения безопасности. Предложено временно приостановить все полеты из России в Египет. С этим предложением уже согласился президент. Всю последнюю информацию мы узнаем прямо сейчас от нашего корреспондента Ильи Костина. Он на прямой связи. Илья, итак, какие решения приняты? Да, Елена, действительно, главное, что прозвучало сегодня на заседании национального антитеррористического комитета, директор ФСБ, он же председатель НАК Александр Бортников, предложил временно приостановить полеты нашей авиации в Египет. При этом он сразу оговорился, что делается это до получения точной информации о причинах катастрофы самолета Когалымавиа. Нам необходимо получить абсолютно объективные и подтвержденные данные о причинах катастрофы самолета. Это, повторяю, необходимо и для расследования причин катастрофы, и для информирования общественности. Работа должна вестись самым тщательным образом и столько времени, сколько нам для этого потребуется. С одной стороны. С другой стороны, я хочу еще сказать о том, что до тех пор, пока мы не определимся с истинными причинами произошедшего, считаю целесообразным приостановить полеты российской авиации в Египет. Это касается прежде всего туристического канала. С другой стороны, я считаю необходимым активным образом взаимодействовать с египетскими властями для продолжения совместной работы по расследованию причин этой катастрофы. О предложениях Национального антитеррористического комитета приостановить полеты наших самолетов в Египет было немедленно. Доложено Владимиру Путину. Уже есть его реакция. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства согласился с рекомендациями НАК и уже дал первые поручения правительству. Глава государства согласился с рекомендациями Национального антитеррористического комитета. Владимир Путин поручил правительству отработать механизмы реализации этих рекомендаций и обеспечения возвращения на родину граждан России. Президент также поручил наладить взаимодействие с египетской стороной для обеспечения безопасности воздушного сообщения. Возвращаясь к заседанию Национального антитеррористического комитета, еще одним докладчиком здесь был министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Напомню, что он сам недавно вернулся из Египта. На месте контролировал, как ведутся работы по исследованию обломков лайнера. Пучков сообщил, что специалисты МЧС и взрывотехники имеют доступ ко всем фрагментам воздушного судна, а египетские власти оказывали и оказывают им полное содействие. Российскими специалистами сделаны смывы и соскобы со всех фрагментов самолета, багажа и грунта. Еще раз подчеркиваю, необходимые пробы взяты со всех элементов, где могут быть следы взрывчатки. Все эти пробы доставлены в Москву и в настоящее время тщательно изучаются. К этой работе привлечены лучшие высококлассные специалисты, используется самое современное техническое оборудование. Могу со всей уверенностью сказать, если следы взрывчатых веществ есть, они точно будут обнаружены. Как прозвучало на заседании Национального антитеррористического комитета, исследования фрагментов воздушного судна продолжаются. Как только будут получены данные экспертиз, все результаты будут опубликованы и обнародованы. И напомню, что сегодня о прекращении полета в Шарм-эль-Шейх заявили еще несколько европейских авиаперевозчиков. Приостановили полеты, в частности, латвийская авиакомпания Air Baltic, также поступили авиакомпании Германии, Литвы и Нидерландов, а британские власти объявили, что намерены также эвакуировать своих туристов. Елена. Да, спасибо. На прямой связи был наш корреспондент Илья Костя на заседании Национального антитеррористического комитета и принятых решениях. И добавлю, Дмитрий Песков, только что отвечая на вопросы журналистов, заявил буквально следующее, цитирую. Конец цитаты.